Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, расчехляй свой круассанчик, наливай молочко, открывай ротик, ни в чем себе не отказывай, поставь свой княжеский лайк, я как обычно выпускаю позже всех обзор на обновление тайвандского сервера, это значит, что я не изменяю традиции, я постоянен, постоянен, ребята, во всем, в том числе в лайкодрочерстве, вымаливания у вас спонсорских подписок ради поддержки, лайков и всего-всего, чего только можно, но, тем не менее, сразу вас предупрежу, это не будет каким-то непосредственно, знаете, подробным обзором по двум причинам, во-первых, это не несет никакого смысла, я думаю, что завтра-послезавтра обновление уже будет на русском сервере, там и обо всех этих вещах можно поговорить подробнее, во-вторых, еще не самый идеальный перевод, мы еще до конца не понимаем, какие вещи будут добавлены и как они будут реализованы, потому сейчас сидеть, разглагольствовать, тыча пальцем в небо, не особо хочется, я многие вещи пропущу, выскажу свое мнение по поводу тех нововведений, которые меня реально заинтересовали и о которых мне есть что сказать, может быть, как обычно, о чем-нибудь забуду. Так, кстати, ну и спасибо, что ты смотришь это видео, значит, тебе важно мое подкупно субъективное мнение. Так, дальше, что еще хотелось бы отметить, информацию я беру, как обычно, с клуба игроков Castle Clash, есть группа ВКонтакте, канал в Телеграме, я отмечу в описании огоньком ссылочку. Ну, далее, что еще хотелось бы, ребята, сказать, нахожусь я на своем аккаунте, мне мой подписчик давал аккаунт, чтобы я делал с него обзор, но я переустановил блюстак и не могу найти с ним переписку, вот, потому человек, который мне давал свой аккаунт для обзоров, напиши мне, пожалуйста, я снова зайду на твой акк. А вот, так, давайте сразу начнем с роллинга, нам же добавили, как обычно, два новых героя, один донатный, другой бездонатный, ну, сейчас у меня особо нету желания это все дело обсуждать, мы можем, конечно, на них глянуть, но это абсолютно стандартная херня, как я понимаю, это телка бесплатная, мужик платный. Если кто-то кого-то из них выбьет, то сразу пишите где-нибудь в группе ВКонтакте, не знаю, в Телеграме, где можете достучаться, возьму у кого-то аккаунт, сделаю знакомство, посмотрю вообще чудо как, ну, а сейчас этих героев касаться не будем, их умений, как бы смысл запариваться, тратить время, все равно в 80% случаев это все дело окажется говном, вот. И, опять же, можно подробно рассмотреть при обзоре. Идем дальше, что еще хотелось бы мне упомянуть. Так, обновление в картинках, да, обновление в картинках. Разработчики, как я понимаю, они решили переработать такую локацию, как новая эра, там, войны, да, типа, Нарсия. В ней много косяков, вот, и один из этих косяков, конечно же, награды. Я вам скажу честно, мне и моей гильдии, да, хулиганам, я предполагаю, что, ну, в большинстве случаев плевать на награду. И есть косяк в том, что, как бы, даже несмотря на то, что ты, там, занимаешь второе место, ты занял, там, этот главный замок, то награду ты никакую не получаешь. Я считаю это несправедливым, хоть и плевать на награды. Но и если, понимаете, если награды говно, люди не будут в нее играть. Если не будут люди играть, то, как бы, тем гильдиям, кому интересно в нее играть, будет неинтересно, потому что там никто в боях не будет участвовать, понимаете. Потому моя прямая заинтересованность, чтобы был бой ярче, интереснее, чтобы там никто не афкшил, чтобы все боролись, был трэш и расчлененка. Но для этого нужны адекватные награды, чтобы людям был интерес отвоевывать главный замок. Потому что, как бы, если награды херь, то смысл, ну, тот, кто первый занял замок, ну, и все, и пускай сидит. Че там парятся? Ну, можно тогда просто погонять за поселки, повоевать. Как-то так вот. Ну, абсолютно несправедливая и тупорылая ситуация с наградами. Но, в принципе, ничего нового у IGG, как бы, для IGG это все нормально. Да, кстати, они там занялись каким-то редизайном, да, вы видите картинку на своих экранах. Теперь главные замки, поселки будут выглядеть по-другому. Но, опять же, абсолютно плевать, типа, ну, как бы, окей, ну, сделали отображение их другими. Ну, окей, возьмите пирожок на палочке. На полочке. На полочке лежит пирожок на палочке. Ой, дальше. Че еще хотелось бы отметить? Что мне интересно, ну, Нарсию, Нарсия, Нарсия и большие там какие-то изменения. Когда уже эта Нарсия начнется непосредственно на русском сервере, да, и закончится сезон, мы узнаем об этих изменениях. Но я не питаю каких-то невероятнейших иллюзий. Я думаю, что в эту локацию будут играть в первую очередь те люди, кому именно интересно там рубиться, у кого активные гильдии и так далее. Я думаю, что те люди, которые ходят в локации только ради наград, ну, они будут эту локацию проходить мимо, потому что, ну, она отнимает огромнейшее количество времени. Далее, че еще хотелось бы отметить? Да, добавили... Че они добавили? Новый талант добавили, новую чару. Тоже разбирать это говно не буду. То есть, окей, ну, хотя бы не добавили нового питомца. Но, в принципе, тут тоже радоваться особо нечему, потому что этот раз они не добавили нового питомца. В следующем обновлении они добавят нового питомца, но не добавят, к примеру, таланта, добавят только чару. Ну, то есть, ну, абсолютно стандартное говно, которое воняет просто какой-то сумасшедшей какой-то силой. Опять же, это разбирать не будем. Посмотрим уже, когда выйдет обновление на русском сервере. Что мне еще хотелось бы отметить? Какие-то идут бесконечные разговоры, предположения по поводу боевых талантов. Где-то кто-то говорит, что это будет Нарси, где-то говорит, что это будет зависеть от титула. Пока, опять же, я не хочу высказывать никакое свое мнение. Надо посмотреть, надо подумать, что вообще это из себя представляет, где эти боевые таланты будут. Ну, походу, именно боевой талант будет в... Ну, здесь за титул какой-то тебе талант будет даваться. И я уже видел там какие-то надписи, что этот талант не будет участвовать в боях в Нарси. Короче, какая-то замудренная, как обычно, подзалупная херь. И, ну, тут пока что трудно высказаться по поводу нее. Но единственное, что могу сказать, ну, как бы она вообще кому нахер нужна? Ну, не суть. По крайней мере, ладно, ладно, ладно. Ну, можно сказать, да, то есть мы эти титулы прокачиваем. Ну, как бы лишняя мотивация качать силу и прокачивать титул. Ну, допустим, давайте на этом оставим. Как это повлияет на геймплей? Пока что непонятно. Есть разговор по поводу того, что поменяют награды на битве гильдий. Опять же, непонятно на какие награды. Мы увидим только, когда уже пройдут эти битвы гильдий на Тайване и на русском сервере. Ну, тоже я больших иллюзий не питаю. Но, в любом случае, это позитив. То, что они, как бы, такие, оу, надо же все-таки где-то награды менять. Самая интересная хрень пока что для меня, это, как бы вам сказать... А, видите, я, блин, на нулевом аккаунте вам ничего не покажу. Древние испытания, друзья. Древние испытания добавлено 15, что ли, новых уровней. У нас там было 45. Теперь, я так понимаю, 60. Ну, да, это какой-то лишний интерес. Я не знаю, может быть, я тоже позадрочу, попытаюсь их попроходить. Но тут, конечно, большие вопросы к разработчикам. Я... ну, то есть, зачем мы все проходили в свое время древние испытания? Для того, чтобы больше давали камушек для прокачки фракций. Да, то есть, вот. Но, понимаете, те, кто прошли 45 уровней древнего испытания, они уже давно свои фракции докачали до максимума. И если за прохождение 46-го, 47-го, 48-го там древнего испытания у тебя будет увеличиваться доход так же само в этих камнях, понимаете, вот, то это абсолютно бесполезная залупа. Ну, там, когда древние испытания ты проходишь, тебе дается единовременная награда, там еще ладно, окей. Но главная фишка прохождения их, да, то есть, ты увеличиваешь ежедневный доход камней для прокачки фракций. Если там абсолютно такая же будет система и будет увеличиваться доход от этих камней, ну, это абсолютнейшая бредятина. То есть, это абсолютнейший долбоебизм. И, к сожалению, так как у нас разработчики, те, кто занимаются этой игрой, они долбоебы, и я могу это с ответственностью заявить, потому что, ну, я не знаю, как бы... Ну, это не так, что я просто хейтер какой-то. Я, ну, по фактам могу, то есть, это разложить. Почему? Вот. И так как они долбоебы, то да, скорее всего, они просто увеличат, увеличат, увеличат эту херню, этот доход. Но те люди, которые могут пройти 46-е древние испытания, там, 48-е, которые будут это проходить, у них уже все прокачано на максимум. Камон! Вот. Может быть, здесь есть рейтинг? Ну, опять же, видишь, я на нулевом аккаунте, я это посмотреть не могу. Когда выйдет обновление на русском сервере, тогда, ребята, и, как бы, посмотрим вообще. Я думаю, что пришло время, да, звать на стрим кого-то из, там, админов, да, русского сервера, и пытать их своими вопросами. Но потому что я не знаю, блядь, мне просто, мне интересно, чем руководствуются те люди, которые сидят в Китае и разрабатывают эту игру, там, ставят награды, еще что-то. Но, в целом, даже несмотря на награды, то, что добавляют древние испытания, это, конечно, это хорошо. Но, как обычно, обосрутся с наградами. Если они не обосрутся с наградами, ну, тогда им честь и хвала, ну, они, как бы, ну, ладно, не будут долбоебами, я их назову как-нибудь помягче. Дальше, что еще хотелось бы отметить? Ну, а, в принципе, больше-то и ничего. Это вот такие, знаете, моменты, которые меня больше, больше всего интересовали. Каких-то других мелочей мне касаться не особо хочется, по той причине, что, опять же, ну, это непонятная информация, с этим, блядь, титульным боевым талантом, да, с этими наградами, где они их в конечном итоге поменяют, как они будут выглядеть, что с этими наградами будет в Нарсе, поменяют ли там эти награды в Нарсе, как они изменят геймплей, потому что информации мало раз, информация противоречивая два, потому что, ну, перевод еще тоже, как бы, не самый лучший. А вы попробуйте с китайского, попереводите, ребята. Вы же все филологи китайского языка в комментариях, я более чем уверен. Как воспринимать это обновление? Знаете, если уже свыкнуться с той мыслью, что нам каждый раз добавляют, блядь, просто великолепных по два героя за обновление, да, и всем очень нужны новые таланты, питомцы и чары, да, если на это закрыть глаза, итак посмотреть, что они вроде как пытаются, что-то там ковыряются, изменяют какие-то награды, плюс увеличили количество уровней в древнем испытании, ну, окей, окей, да, ну, тогда как бы на самом деле, возможно, не такое плохое обновление, как я думал. И даже, в принципе, это обновление, ну, не особо-то и стандартное, потому что все-таки добавили 15 новых уровней в древнем испытании, но как я буду орать и ржать, как я буду бомбить, я просто, я всеми матными словами пройдусь по китайцам, вот, жаль, жаль, они не смотрят мои видео, вот, они не смотрят мои видео, ребята, вот мне хотелось бы, чтобы китайцы смотрели мои видео, чтобы им кто-то переводил, я не знаю, у них существует в китайском языке как бы перевод тех слов, которыми я их поливаю или нет, но вот хочется, чтобы как-то, знаете, без цензуры донесли их, им мои аргументы, какие-то факты, потому что, ну, зачастую ты просто смотришь, типа, блядь, ну, просто ебать, ну, реально, ну, типа, чуваки настолько дикие, одичалые, долбаны, что им не то, что там, знаете, девелоперами работать, а где-то дву... ну, блядь, метлу не доверишь, понимаешь? Вот, что еще хотелось бы? Ну, в принципе, картинки я вам... А, еще, знаете, еще моменты интересные, надо эту вот картинку, если посмотреть, обратите внимание, типа, появилась кнопочка добавить ресурсов в виде, в виде, в виде, в виде, ну, типа, в Нарсии, да, посмотрите, добавить воду, добавить камни, добавить еды, и, с одной стороны, можно этому поводу, как бы, ну, шугануться, по этому поводу, да, и понять, что разработчики по чуть-чуть начинают пытаться монетизировать пока еще даже недоработанную локацию под названием Нарсия, Эра Войны, но переживать не стоит, потому что, смотри, смотри, в чем фишка, как бы, те гильдии, которые, ну, ну, давайте, ну, кто будет в топе в этой локации, ну, скорее всего, топовые гильдии, да, там, где много донатеров и прочее, и когда у тебя с ресурсами, ну, а если ты там в топе занял много поселков, а нахер тебе, короче, покупать эти ресурсы, ну, то есть, тоже какая-то бесполезная херь, я не думаю, что, типа, кто-то будет там тратить самоцветы на эти ресы, типа, не вижу в этом смысла, вот, короче, что-то, блядь, жалкая, ущербная попытка разработчиков монетизировать эту Нарсию, вот какое-то такое у меня мнение, потому что, типа, те ребята, кто там 50-50 играет в эту локацию, там, какие-то маленькие гильдии, так они, тем более, не будут там тратить бабки, чтобы, блядь, купить себе воды в Нарсию, да, в рот, в рот, в рот наоборот, они все это делают, так что так вот, вот такое видео получилось, к сожалению, снова долго, к сожалению, я балаболил, толком вам ничего не показывал, вот, пишите в комментариях, согласны ли вы с моим мнением, кто досмотрел до конца, настоящие красавчики, всем удачи и пока, ну и мастера руна своего, я, наверное, все-таки буду прокачивать уже после обновления, как выйдет на русском сервере, там добавят места в алтаре, и тогда уже прокачаю мастера руна, потому что, ну, какой сейчас смысл перед самым обновлением сливать доп, на которого я потратил ресурсы, те же камни пламени, когда вот буквально пару дней подождать, и уже добавят свободные места, всем удачи и пока.